Ну что ж, всем тропический привет, дорогие друзья, подписчики моего канала и просто гости. С вами снова канал Тропикал. И сегодня я решил маленько разнообразить мой контент. И сегодня видеоролик будет о том, как обустроить террариум для улитки Ахатин. Ну что ж, давайте же не будем медлить и приступим к ролику. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот крупненькие. Но не суть. В общем-то, вот я вытащил весь грунт из контейнера. Теперь я его вообще помыл. И теперь, ребята, нам нужно разобраться с тем, что будет лежать у нас на дне. У нас здесь два варианта. Либо кокосовый субстрат, который можно купить практически в любом зоомагазине. Либо же мохсфагнум. Для меня мохсфагнум достать не является проблемой, поэтому я беру его, так как он дешевый. И улитки Ахатин много какают, и поэтому им необходимо будет часто менять подстилку. А денег на каждый раз покупать кокосовый субстрат у меня нет. И, в принципе, мох смотрится более красиво, более зелёно. Вот так вот мы положили первый слой. Это будет у нас типа грунта, на котором будет расти более зелёный мох. То есть вот такой вот красивый зелёный мох сейчас посадим. Вот сюда вот. И, ребята, делать... Смысла нету делать как бы очень красивый террариум для улиток Ахатин. Просто, как бы, улитки Ахатин, повторюсь, много какают. И поэтому ваш красивый террариум долго не проживёт. Что это значит? То есть они его быстро засрут, съедят. То есть они также кушают мох этот зелёный, который растёт. И его нужно будет периодически менять. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Вот такой вот террариум у нас получается. Сейчас я посажу в один из уголков мох-ягель. То есть вот такой вот красивый мох. Олень и мох или ягель его называют. Вот такой вот красивый. Это лишайник, если я не ошибаюсь. Но он называет его оленем-мхом. Вот так вот у нас получилось красиво. Получилась такая лесная зелёная подстилочка. Такое настроение появилось сразу. И давайте же посадим наших помытых улиток. Да, я их помыл, так как у них все раковины были в кальции. И смотрелось это довольно-таки некрасиво. Ну, в общем-то, не суть и продолжаем наш ролик. Вот такое вот количество улиток живёт у меня. Но позже я расскажу, зачем мне их столько много. И буду я от них как-то избавляться. Ну, в общем-то, это я расскажу попозже. А сейчас давайте приготовим покушать нашим улиткам. Мы берём кабачок. В нашем случае я беру кабачок. Так как улиткам он довольно-таки нравится. И, в принципе, его легко достать. Он довольно крупный. И, в общем-то, вот так вот его нарезаем. То есть, вот такими вот, типа, дольками, кругляшками, что ли. Вот так вот, просто ножом срезаем, обрезаем его. Вот так вот. Ну что ж, после того, как вы нарежете его дольками вот такими вот, вам необходимо нанести на него кальций. Это могут быть специальные добавки, то есть, там, какие-то в зоомагазине купленные. Это может быть панцирь-каракатицы. Но, в моём случае, это просто толчёная яичная скорлупа. Это, как бы, бесплатно, во-первых. Потому что яйца есть, думаю, в каждом доме. Каждый использует их в пищу. И, в принципе, они, как бы, бесплатные. Но, плюс яиц в том, что там сразу идёт, как бы, и белок, и кальций. А кальций очень важен для улиток, так как они... Кальций отвечает за то, чтобы у них был крепкий и здоровый панцирь. Вот такой вот, в общем-то, кальций у меня, да. Использую я, конечно, обычно другую подкормку. Но, в этот раз у меня, как бы, нет возможности купить её. Но, тем не менее, вот, как вы видите, пришёл хомяк тут посмотреть, что тут творится вообще. Ну, в общем, не будем отходить от темы. И, что я могу ещё сказать? Вот такие вот прикольненькие у нас получились кабачки, скажем так. Теперь их необходимо положить в террариум к улиткам. И вскоре наш террариум не будет таким красивым, так как улитки там всё съедят, засрут. И, в общем-то, сделают тут не очень красиво. Но, тем не менее, всё равно приятно глазу на такое посмотреть. И, в принципе, выглядит довольно-таки интересно и симпатично. Ну, что ж, вот так вот разложим сейчас мы наши кабачки. И давайте, ребята, я вам расскажу, зачем же я покупал этих улиток. Сейчас будет фоном у меня такая вот фотосессия улиток. Вот такие вот красивые кадры будут сейчас показываться. В общем-то. Но не суть. Значит, зачем я покупал этих улиток? Я брал их буквально за копейки, то есть 10 рублей за каждую улитку. Брал я 12 штук. И спросите вы, зачем же ты покупал столько улиток? Что тебе не хватило бы и одной? Я же вам отвечу. Брал я их из коммерческих целей. То есть, я хотел подрастить их, что я, в принципе, и сделал. И позже уже попродавать их. Что, в принципе, у меня удачно получается. Я уже окупил этих улиток. То есть, у меня было 12 штук. И сейчас у меня осталось всего лишь 6. Себе я ставлю одну или двух улиток. Остальных продам. В общем-то, так как надо, нужны деньги на тот же самый кокосовый субстрат для улиток. На корм. То есть, на добавки кормовые кальции и прочую ерунду. Также у меня, помимо улиток, есть еще животные. И им тоже нужно покупать корм. Им нужны покупать какие-то тоже добавки, подкормки, лампочки, коврики. Ну, в общем-то, не суть. Ну что ж, я вам рассказал, в принципе, зачем я покупал этих улиток. Я показал вам, как обустроить для них террариум. Вот такой вот вообще красивый террариум получился, я думаю. Хоть и ненадолго он такой красивый. Но не суть. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ведь когда на этом канале будет тысяча подписчиков, у меня будет для вас сюрприз. Так что давайте вместе поможем мне добить эту тысячу подписчиков. И всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok